Ну а далее в нашем эфире обзор самых обсуждаемых в Китае новостей. Мадридским поварам на этой неделе пришлось работать не покладая рук. В списке заказов гигантская поэлия для трех тысяч китайских туристов. Все они отличники сетевого маркетинга из компании Тьонс. И руководство решило отправить самых ценных сотрудников в оплачиваемый отпуск по испанским городам. Каррида, Фламенко, футбольные матчи и отели для продавцов биодобавок обошлись работодателю в 7 миллионов евро. Флора или фауна? Внезапно оживший побег бамбука не просто озадачил, но и серьезно напугал китайских ученых. Мало кто ожидал, что эта гигантская ветка окажется насекомым, причем самым длинным в мире. Осыпи семейства палочниковых достигают 62 сантиметров в длину. Ее отнесли к новому виду и доставили для последующего изучения в город Чинду. Местным специалистам будет чем поработать. Насекомая оказалась самкой и уже отложила 6 яиц. Волшебные ароматы и особая атмосфера. В Пекине готовится к открытию музей китайской розы. Единственный экспонат – царица цветов во всех ее видах и проявлениях. Не обошлось и без высоких технологий. Посетителям предложат прогуляться по цифровым садам с помощью виртуальной реальности.